На общественное обсуждение вынесен проект закона о донорстве и трансплантации органов в России. Его итоги пока не озвучены, но обсудить с людьми этот проект было необходимо, уверены эксперты, ведь он затрагивает не только медицинские, но и нравственные аспекты. Так что же прописано в новом законе? Сложнее или проще будет работать врачам-трансплантологам? Поговорим сегодня в студии с Евгением Григоровым, заведующим хирургическим отделением по пересадке органов Алтайской краево-клинической больницы. Здравствуйте, Евгений Викторович, рада вас видеть. Но мы провели тоже свой опрос на улицах города, узнали, так сказать, общественное мнение. Готовы ли горожане после смерти своей отдать орган ради спасения чьей-то жизни? Давайте вместе посмотрим, что ответили люди. Я не знаю. Мне кажется, лучше отдавать, конечно, но сама еще не решила. Я считаю, что это хорошо, потому что это же не только окажет помощь в спасении других людей, которые в этом нуждаются. То есть вы не откажетесь? Я не откажусь. Я даже, наоборот, об этом раньше уже думала. Что я думаю, наверное, пойду и предложу себе медицинский институт. Вы согласны отдавать свои органы на трансплантацию в случае смерти? Ой, не знаю. Ну, как вы думаете, нужно делать? Вообще нужно. Ну, я его был не против. Я считаю, почему нет? У тебя все равно уже ничего не спасется. А так, может быть, кому-нибудь помоешь. Я тоже за. Нужно это делать, нет? Ну, я не знаю, честно говоря. Может быть, и нужно. Кому-то нужно же. Согласны свои в случае смерти органы отдать на трансплантацию или напишите отказу? Я так и сделаю. Так и сделаю. Почему вы считаете, что так надо делать? Такой кому-то пользу принести какую-то. Я честно удивлена, что отзывы людей в основном положительные, да? И все готовы после своей гибели, если вдруг что-то случится, отдать свои органы. Вы как? Как вам кажется? Это все так думают? Ну, мне кажется, ваши респонденты достаточно логично рассуждают, как и мы все. То есть мы понимаем, что после смерти наши органы, ну, нам не нужны ни почки, ни печени, ни сердца, да? И даже если человек верит в загробную жизнь, все равно на том свете эти органы тоже не нужны. А здесь они могут действительно спасти чью-то жизнь. И трансплантология достаточно сложная наука. И сложность этическая заключается в том, чтобы найти баланс между интересами доноров и рецепентов. И вот у нас зачастую происходит перекос, и некоторые, скажем так, бытует мнение, да, что права погибших мертвых людей должны цениться выше, чем права рецепентов, то есть тех людей, которым нужна трансплантация органов. Я считаю, это абсолютно неправильно. И мы все можем себя поставить на позицию донора, то есть человека, который умер, и которому уже не нужны органы после смерти, но редко кто ставит себя на позицию рецепента, то есть того человека. Мы не думаем о том, что нам тоже может понадобиться и почка, и печень, или сердце. И вот если люди будут себя поставить в том числе на позицию рецепента, тогда отношение к этому новому закону, пока что проекту, будет, мне кажется, совсем другим. И важно понимать, что новый законопроект, он не упрощает жизнь трансплантологам, то есть бытует мнение, что новый законопроект позволит изымать практически у всех людей органы, и наша жизнь будет просто замечательной, мы будем пересаживать весь необходимый. Ну вот давайте поподробнее, да, вот потому что медицинские работники в основе своей говорят, что проект этот очень долгожданный, и он поможет решить какие-то проблемы. Так он действительно поможет решить проблемы, или вы сказали сейчас, что он вам какие-то проблемы наоборот создаст? Он сделает нашу область медицины более прозрачной. То есть надо, вот как дела обстоят сейчас. Действующий закон, принятый еще в 1992 году, подписанный Ельцином, он закрепляет норму презумпции согласия. То есть вот я хочу, чтобы все это услышали, сейчас врачи не спрашивают согласия у родственников для того, чтобы изъять орган погибшего человека. То есть человек погиб, и вы можете взять орган. И если мы на момент установления смерти человека, на момент изъятия, не имеем информации, что человек при жизни высказывал отказ от изъятия органов, то мы можем изымать органы этого погибшего человека. А теперь это будет закреплено в письменном виде, я так понимаю. Нет, теперь презумпция согласия, она в новом законе сохраняется, должна сохраниться. Но появится механизм, то есть в действующем законе нет четко прописанного механизма, каким образом человек может отказаться быть посмертным донором. Новый законопроект вводит понятие общероссийского регистра волеизъявлений граждан. То есть каждый человек сможет внести себя в число тех людей, которые не согласны с тем, чтобы их органы использовались после их смерти. Это первый момент. То есть появится абсолютно прозрачная схема, каким образом человек может высказать свое несогласие. То есть говорить «да, я согласен» по-прежнему не надо. То есть если человек согласен, об этом не надо идти, куда-то писать заявление. Как в медицинский институт, как женщина сказала, куда-то предложить себя медикам. Если человек по каким-то причинам считает, что он не хочет быть посмертным донором, тогда появится четкая процедура, каким образом он может попасть в этот федеральный регистр. В случае его смерти мы, сверяясь с этим регистром, понимаем, человек отказался, либо не отказался быть посмертным донором. Второй очень важный момент, который появится в новом законе, если его примут, это возможность изъятия детских органов. То есть то, чего сейчас в России пока что нет, это детское донорство. Но что очень важно, прежде всего для детей, которым нужна трансплантация сердца. Потому что ребенку можно пересадить взрослую почку, фрагмент печени, но взрослое сердце ребенку пересадить невозможно. И поэтому изъятие органов у погибших детей, вот такая возможность появится в новом законе. Но с одним обязательным условием. Что касается детского донорства, будет действовать норма из прошного согласия. То есть забрать органы у детей можно будет только с согласия родителей. Про взрослых, я уже сказал, будет действовать норма презумпции согласия, которые и сейчас действуют. В интернете многие говорят, что по новому закону, теперь после смерти всех разберут на органы. И вспоминают чуть ли не албанское Косово, где работали, мы знаем, черные трансплантологи. Их опасения вообще имеют какую-то почву под собой? Ну, можно спросить, а что сейчас нам мешает у всех забирать органы после смерти у всех людей? Я даже знала, что есть некие депутаты, которые тоже выступают против этого закона. Ну, меня вообще поражает, что некоторые депутаты Государственной Думы не знают действующего законодательства, считая, что сейчас мы спрашиваем у людей согласие. То есть это заблуждение, которое, мне кажется, не совсем укладывается в статус депутата Государственной Думы. Вот. Надо понимать, что мы не забираем органы у всех погибших людей. Есть очень жесткие критерии отбора доноров. Вот, допустим, на примере нашей краевой клинической больницы, я могу сказать, что из нескольких сотен погибших, к сожалению, людей в стенах нашей больницы изъяты были органы только у 8 человек. А какие критерии вот этих людей, у которых органы могут быть взяты? Начиная с простого возраста. Второе, наличие гемотрансмиссивных инфекций, то есть это ВИЧ-инфекция, гепатиты, сифилис. Плюс нам важно пересаживать не просто ради пересадки, а чтобы орган был функционально состоятельным, чтобы функция этого органа продолжалась. И, к сожалению, очень сложно иногда бывает у погибших людей сохранить функциональную пригодность этих органов. Ну, то есть далеко не каждый может подойти, вот как думают, да? И люди очень часто заблуждают, что вот кто-то упал на улице, да, там случилась какая-то катастрофа, вот, и что обязательно этот человек будет донорством. Есть страны, в которых очень, скажем так, на высоком уровне налажена технология посмертного донорства, лидером является Испания. Там действительно у врачей есть возможность, там, людей, упавших с улицы, погибших, оперативно транспортировать в больницу, поддерживать функцию органов. И в последующем, ну, Испания – это лидер трансплантации, они делают очень большое количество операций. Ну, вот, опять же, в Испании, по-моему, вы мне сказали до начала нашего эфира, там с детства готовят людей к тому, что они могут впоследствии помочь, ну, мало ли что случится в их жизни. Да, это достаточно серьезная проблема, которую, я надеюсь, нам с вами предстоит решать, потому что без средств массовой информации решить эту проблему будет невозможно. Это пропаганда донорства, в хорошем смысле слова пропаганда. Дело в том, что у нас, ну, скажем так, по каким-то соображениям психологическим мы стараемся защитить наших детей от понятия смерти, да, донорства органов. И у нас поколения вырастают достаточно инфантильные, не понимая, что это окружает нас, и что беда может случиться с каждым из нас, и каждый из нас может быть как донором, так и рецепиентом. И мне кажется, что чем раньше мы будем знакомить наше население с этой проблемой, с тем, что есть люди, то есть мы очень легко себя ставим в позицию донорства, я уже говорил, но никто почему-то не ставит себя в позицию тех людей, которым нужна трансплантация. То есть это нужно начинать готовить детей с младшего школьного возраста. Ну, я не говорю, что с младшего школьного возраста, не с детских садов, естественно, да. Но вот есть такие программы, есть позитивный опыт разных стран. Вот, если хотя бы мы будем чаще об этом говорить в средствах массовой информации, если не будем искать какую-то чернуху, да, искать какие-то провокационные материалы, вот, то, мне кажется, отношения, видно из запроса, что отношение к трансплантации, в принципе, позитивное. То есть про себя мы говорим, без проблем забирайте наши органы. Проблемы возникают когда? Если умирает кто-то из близких, и к вам подойдет, допустим, врач, спросит, а можно мы вот у вашей погибшей, допустим, родственницы или родственника заберем почки или печень? Вот здесь начинаются проблемы. Поэтому вот на сегодняшний момент менять презумпцию согласия на модели с прошлого согласия, это будет преступление. Преступление против тех рецепентов, пациентов, которым нужна трансплантация. А вот основные плюсы и минусы этого законопроекта, по-вашему? И что бы вы, допустим, в нем изменили, если бы была такая возможность? Ну, плюсы я, в принципе, озвучил, да, это детское донорство. Есть ли минусы? Это более прозрачное, более понятное для населения. И это нам выгодно, быть более понятными нашему населению, чтобы наша работа была видна. Минусы там вводятся в достаточно жесткие такие бюрократические моменты. То есть писанина у нас станет намного больше. Это факт. А получается, операции-то вы будете в связи с тем, что писанины будут делать больше операций? Люди выиграют в этом случае? Те, кто нуждается в донорских органах? Открытость и прозрачность механизмов трансплантации, да, механизмов донорства, да, откуда мы берем органы, я думаю, что в конечном итоге приведет к тому, что число трансплантаций увеличится. То есть люди будут позитивно относиться к донорству и трансплантации и позитивное отношение в том числе и среди медицинских работников, потому что мы взаимодействуем в своей среде. И, к сожалению, не все наши коллеги даже позитивно оценивают нашу работу. То есть врачи – это тоже средство общества. Есть люди, которые считают, что мы занимаемся непонятно чем. И вот, как вы говорили, там, у… Забираете органы, да, практически у здоровых людей. Как черные трансплантологи. Ходим по подворотням, да, и забираем органы у здоровых. Ну, вот, то есть среди врачей тоже, к сожалению, есть такое заблуждение. Если мы будем открыто показывать то, чем мы занимаемся, позитивный опыт нашей работы, то есть надо, мне кажется, чаще показывать и пациентов, которые перенесли трансплантацию, рецепентов, которые перенесли трансплантацию, стали здоровыми. Наши замечательные, там, барышни рожают детей после трансплантации почки. Это опыт, которым нам хочется делиться. А что бы вы изменили? Или вас устраивает этот закон? Есть еще или проект? Вот проект, который новый. Ну, как бы, естественно, хочется меньше писать и больше работать, больше оперировать. Вот. Писанина, к сожалению, этот закон, очевидно, добавит. Вот. А в целом концепция, ну, мы ее обсуждали на нашем профессиональном сообществе. Не один год мы ее обсуждали. То есть прежде чем этот законопроект дошел до Государственной Думы, мы его несколько лет обсуждали, пытались его сделать удобно, в принципе, для работы, потому что нам придется с этим законом, по этому закону работать. Вот. И в целом концепция, она устраивает на сегодняшний момент все наше сообщество. А насколько реально, по-вашему, что этот законопроект примут, и он вступит в силу с 1 июня 2021 года, по-моему, да, он должен вступить в силу? Ну, вот один из начальных вариантов подразумевал вступление в силу в 1 января 2016 года. Вот. Сегодня уже 20-й. Вот. Я не знаю. То есть этот закон, он кроме, скажем так, общих вопросов, да, концептуальных, он несет в себе определенные затраты, связанные с тем, что нужно вот этот федеральный регистр как-то обеспечить, то есть нужно создать эту систему учета донорских органов и воли и изъявлений граждан. Это все требует определенных инвестиций, финансовых вложений. Вот. Поэтому я думаю, что законодатели сами определятся. То есть мы свою часть работы сделали. Считаем, что этот закон, вот этот баланс прав доноров и реципиентов, в принципе, сохраняет. Вот. И сейчас, я думаю, что законодатели должны подумать и принять правильное решение. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. А я напомню, что сегодня мы говорили с Евгением Григоровым, заведующим хирургическим отделением по пересадке органов Алтайской краевой клинической больницы. Спасибо.